Настроение здесь задают балалайка, бубен и русская гармонь. Традиционные хороводы, игра в салочки и любимый многими ручеек. Тех, кто замерз, отогреет горячий чай из самовара. А прилив адреналина уж точно можно получить, встав на ходуле. Нелегко, забраться было очень трудно. Что вы ощущаете там наверху? Ощущаю, что сейчас упаду. На славянской зиме можно даже на несколько минут почувствовать себя воином. Примерить кольчугу и проверить на прочность шлем раннего средневековья. В ушах звенит, но голова цела, улыбается славянский воин 12 века. Он в своей кольчуге может выдержать нападение посерьезней. К шлему прикреплена бармица, это кольчужная защита шеи. То есть она нужна для того, чтобы злой враг, ткнув его в горло ножом, вот так вот, не добился никакого эффекта. То есть воин у нас остался в живых. Человека, который бы не улыбался, здесь просто невозможно найти. Видно, соскучились современные горожане по русским народным забавам. Лепота! Экстаз вообще очень весело, красиво и свежий воздух, самое главное. Очень весело, прям как должно быть настоящей зимой. Случайно узнала, приехала, здесь такое веселье. Прекрасный праздник. Все довольны, все давно ждали такой праздник. Нам помогла погода, сегодня прекрасная температура, свек, веселье, радость, все в костюмах, играх. Все здорово, класс! Организаторы из культурного центра «Светлица» признаются, такого интереса не ожидали. Фестиваль получился самым массовым за последние 8 лет. Секрет его притягательности – это простое человеческое тепло. Когда ты приходишь в хоровод, ты берешь совершенно знакомого человека себе за руку и впускаешь его в свое какое-то пространство, и ты автоматически начинаешь ему доверять. То есть все становятся друзьями, и, наверное, именно за этим сюда и приходят. Валерия Макарова, Константин Головин. События.